итак ребята не так давно у меня было видео про бесперебойник хайпер харпер или хипер хрен его поймет как называется суть вот он стоит да но я заметил что мне не нравится та фигня что он все время теплый то есть я проверял тепловизором тут 50 плюс поэтому я искал ему замену ценнички у нас пока были кусучие но я нашел какую-то интересную штучку сейчас я ее покажу о какая фигня съездил забрал в гугле в интернете в поиске находил почему-то только в беларуси или нигде нету в наличии вот такая вот упс к то есть видите просто вот упс упс ничего внятного на коробке мы не видим только видим спецификации которые тут почему-то малеха заклеены версия у нас на 600 то есть не очень мощный скажем так но при этом заявлено что 300 чем-то он выдает рабочих будем проверять здесь месяц от этого кому-то в нашем семействе он пригодится надеюсь что все-таки мне надеюсь мне хватит этой мощности и замечу что я купил его меньше чем за 2000 но сразу обломаю тех кто захочет он сразу пропал там в продаже то есть я тоже хотел если он окажется хорошим купить потом второй но я заметил что в продаже его уже нет само собой его конечно же уже вскрывал подключал к розетке убедился что он работает вот вам доказательства что куплен он меньше чем за 2000 как компания называется будет написано под видео вспоминать не хочу но и словесную рекламу тоже никто не проплачивал что у нас здесь в наличии во первых у нас есть дрова что меня убило не у всех даже есть куда вставлять этот диск кругленький такой тут есть предохранители два в комплекте кабель usb как я понимаю один наверное на 20 который кстати чем-то придавлен ведь придется малюха выправить вынимаем все эти гарантии того что он не раздолбается и мы сейчас будем его включать обычно я не знаю насколько вы хорошо все слышите насколько хорошо пишет микрофон в смартфоне black любая 6000 то что вот этот рядом произносит но на самом деле вот гаджет справа где он там вот он у нас гудит тихонечко видимо доказательство этому это что он греется а вот как выглядит то чудо которое я приобрел у него есть полноценный экран при включении питания он загорается само собой сейчас мы это все проверим сзади у нас розетки боже нового образца но и всего две но как я вижу мне хватает просто проводочки надо будет поменять отсюда вывод какой мы сейчас подрубим я достану другие провода ну и продолжим ну короче господа вот что у него будет на экране когда он работает но зря я думал что он будет бесшумный там где его тестировал видимо все таки шум присутствует в тихом помещении приложив как говорится к нему ухо я тоже слышу что он шумит зато увидите что у нас на экране емкость аккумулятора в процентах то есть насколько он сейчас заряжен нагрузка вход выход то есть все прикольно и мне нравится в принципе за одним исключением что 220 мы не наблюдаем мы видим больше и он не стесняясь оставляет больше сейчас к нему подключена нагрузкой несколько диодных лампочек каскадиком таким и увидеть что нагрузку и загрузка он говорит никакая вот именно по этому шуму я понял что под него нужен какой-то коврик типа резиновый и тогда он начинает шуметь меньше потому что когда его поднял шум практически пропал то есть шумит он резонируя со ствердым столом но стоять ему суждено вот там поэтому я надеюсь что там он резонировать будет меньше шуметь меньше но есть одно но все-таки я думаю что лучше всего найти какие-нибудь резинки под него подложить ножик у него сколько четыре ну вот значит четыре резиночки под четыре ножички действую далее проверю и чуть позже продолжу видео кстати по поводу проверки смотрите что у нас говорит тепловизор о данном бесперебойник это жесть какая-то если я правильно вижу внутри у него 42 с лишним ну вам наверно даже виднее будет на большом экране если кто смотрит сверху в общем сверху тоже теплый но не настолько ну короче горяченький переводим на этот ну что-то я вообще не вижу чтобы он крылся вот где я брал пальцами там и есть нагрев а в остальном он холодненький но поживем увидим я думаю все изменится я вот фокус перенастроил то есть видите до 25 градусов максимум смотрим что будет под нагрузкой меняем местами то есть этот сейчас будет выключен вместо него будет подключен этот ну что ребята выходим на нагрузку подключил монитор и системный блок к данному устройству из как вы видите специально разместил экран так чтобы вы видели это это так стойку убрал попробуем сделать очень просто как мы можем протестить какая у меня максимальная нагрузка запустив какую-нибудь игрульку но какая у меня есть мощная игрулька far cry 3 или танчики большие я думаю попробую я запустить большие танчики вы от них как говорится очень много не увидите но это и не важно так а ты у нас кто на тут вообще либо для винды либо еще для кого-то я просто не увидел значит мне просто надо было выбрать что для windows смотрим что будет пока у нас танчики ставятся параллельно вторым процессом next и с нифига еще серийный номер а просто переключить надо было на юсб ну и ладно суть теперь то же самое что у нас отображено здесь на экране появилась у нас на мониторе не велика разница батарея в норме теле 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 трали вали можно контролировать самотестирование короче полный контроль можно даже его тренировать все такое но я думаю вы все поняли на воротах задуре продолжаем то ради чего я это все начал пробуем запустить игрушку это у нас все хорошо пусть работает теперь просто запускаем танчики и смотрим что у нас будет диск кстати пока есть системника можно забрать ну давай попробуем в бой смотрим на нагрузку 53 процента а у меня наушники на голове 58 62 видели да проскакивает напряжение в сети стабильная 224 60 на секунду 80 было я думаю сейчас как пойдет битва должно будет увеличиться потребление энергии но опять же это все зависит от того как у меня сделан системник но это уже я уже скажем так и и не помню и не гарантирую что все верно может уже пыли набилось так может быть ему тяжело будет напоминаю если вам чуть-чуть всегда не хватает есть шанс понизить это самое чуть-чуть просто разобрав и пропылесосив внутрянку так что смотрим что у него будет с нагрузкой сейчас под максимальной не не так что нибудь с процентажом загрузки под максимальной нагрузкой о минус сарай куда я лечу а мне туда надо а в общем туда сейчас заедем вы за процентами сейчас можете следить даже лучше чем я потому что я-то глазами в игре если кого интересует покупка такого бесперебойника вам интереснее наверное сам бесперебойник тогда вы будете смотреть я думаю скорее на проценты так а а так а ну короче с нагрузкой все блин там его нету с нагрузкой все хорошо как я понял проблем не возникает не пробил абидос так нашу кавешку шлепнули все меня разбомбили как вы видите танки держат значит все нормально это будет мой бесперебойник с экранчиком с тонкими настройками и так далее и тому подобное может быть я его настрою на таймер чтобы он на ночь даже сам выключался вроде бы это все в нем есть если что потом можете спрашивать отзывы о нем может быть сделаю второе видео ну а пока вы видите что танки вовсю играются и проблем у него не возникает все приступаю к модернизации стола обратно ну а вы видите вот этого красавца которого я урвал меньше чем за 2000 ну конечно как я уже сказал у него есть погрешность у него все таки есть некий тихий гудеж который ночью все равно будет мешать поэтому я буду искать ему 4 резиновые ножки чего я вам советую хорошая мысль пришла у меня к сожалению не сразу давно бы догадался и давно бы сделал их беззвучными просто какую-нибудь пористую резинку или что-то в этом роде гасящее воздействие удары и тряски ну короче то что используется например для стиральных машин и тому подобной техники по идее звук должен стать слабее разов 2 в 3 в итоге не знаю насколько это пожаробезопасно но вот с такой штучкой он практически не слышен то есть его гудеж стал раза в 4 тише вентиляция вроде не пострадала поскольку слева справа сверху отовсюду есть зазоры ну я надеюсь все будет хорошо итак ребятки хороший ли аппарат по техническим данным по работе и так далее он меня устраивает на 300% он даже рисует напоминаю что он к винде подключен когда подключен но тихий тихий гудеж поэтому я могу сказать что он не беззвучный человеку с хорошим слухом он будет мешать спать поэтому я его уже поставил как вы помните на поле ну короче вот такую вот мягкую штучку не уверен что это очень безопасно ну и все равно немножко я его слышу буду думать дальше как заизолировать себя точнее свой слух от его шума но в остальном работает офигенно выше 30 градусов нагрева я не видел точнее внутри вентиляционной решетки что-то видно что 32 греется а наружу выходит 30 поэтому аппаратик мне очень даже нравится ну вот гудеж на любителя всем пока спасибо за просмотр по просмотр на мою пернаешься обращать обращение на мою